Скандал вокруг Харьковского онкоцентра разгорелся год назад, когда к активистам Харьковского антикоррупционного центра попали свидетельства о злоупотреблениях со стороны главврача Юрия Винника и плохих условиях лечения. Больные жаловались на то, что им не оказывают квалифицированной помощи, заставляют оплачивать услуги и лекарства, которые должны быть бесплатными, а само здание палаты находится в аварийном состоянии. Общественники провели расследование, результатом которого стали выводы о том, что в больнице действительно лекарства продаются по завышенным ценам аптеками, учредителем которых является дочь главврача. Заключены другие сомнительные договоры, из-за которых выводятся деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт. Качеством медуслуг оказались неудовлетворены не только пациенты, но и врачи. А Харьковщина на тот момент стала одним из лидеров по статистике смертности от онкозаболеваний в Украине. После этих выводов в облсовете была создана специальная комиссия, которая усмотрела в действиях Юрия Винника коррупционные деяния. Передала выводы в прокуратуру, а самого главврача уволила. Винник попытался спорить решение в суде и восстановиться в должности, но депутаты пошли дальше и ликвидировали сам онкоцентр. Вместо него создали коммунальное некоммерческое предприятие областной центр онкологии, которому пообещали административную и финансовую помощь. Сегодняшний день наша задача создать с этого учреждения современное медицинское учреждение, в котором вы оказывались качественные медицинские услуги, были соответствующие созданные условия для больных и для медперсонала, который там работает. Никто не собирается, если сегодня есть информация, проводить какие-то кадровые революции. Речь сегодня идет о том, чтобы там работали квалифицированные кадры, подготовленные, современные. И сегодня этот формат, который был предложен и экспертами, и депутатскими комиссиями, и профильными департаментами обл. администрации, сформулирован для того, чтобы можно было на этом предприятии привлечь инвестиции, использовать возможности закона о государственно-частном партнерстве. В реформированный онкоцентр действительно пришла новая команда во главе с Денисом Скорым. По словам самих докторов, им не только удалось привлечь к работе в Харькове ведущих специалистов из разных регионов Украины, но и оснастить за внебюджетные деньги две операционные, ввести международные стандарты работы, проводить уникальные операции. «Летальность уменьшилась в два раза. Общая летальность по онкоцентру. Послеоперационная летальность уменьшилась в 1,7 раза. Снизилось количество послеоперационных осложнений практически в три раза». А вот никакой обещанной поддержки от областных властей доктора пока так и не дождались. Ни средств на оборудование, ни на ремонт помещений. Более того, полтора миллиона гривен, выделенных еще в феврале на обновление текущей крыши, не прошли тендерную процедуру и где-то затерялись в кабинетах чиновников. Зато за эти четыре месяца работу новой команды, те же чиновники от облздрава и облсовета проверяли уже шесть раз – и по финансовой, и по медицинской части. Сами врачи в этом поиске недочетов видят прессинг. «Это крик души, потому что мы из невозможного пытаемся сейчас сделать возможное. На сегодняшний день я еще раз говорю о том, что создана команда, команда лучших специалистов в Украине, которые могут и показывают результаты, но показывают результаты, к великому сожалению, в этих стенах, которые не соответствуют современным стандартам. Были очень громкие заявления о том, что это пилотный проект, о том, что будет серьезная финансовая поддержка, что будут финансовые вливания, что будет помощь на всех этапах. Но, к великому сожалению, кроме шестой и седьмой проверки за четыре месяца мы не видим ничего. Мы не видим вашего участия в этом деле». «Я не вижу каких-то особых препятствий и преград, которые бы осуществлял областной совет и областная государственная администрация. Просто не все так быстро из-за нашей бюрократической системы происходит, как бы нам хотелось. Просто все эти проверки, они еще вызваны тем, что данный проект является пилотным. Впереди было достаточно много намерений и из остальных больниц делать такие же точно коммунальные предприятия. Поэтому в достаточно короткий срок мы очень хотим иметь обратную связь, потому что это все равно видение как бы ваше. То есть, насколько оно объективно или субъективно, мы как бы слышим, что все очень хорошо. Ну, я больше, чем склонен верить в то, что есть масса трудностей. Не все так хорошо. И наша задача убедиться просто, какие существуют объективные трудности, чтобы на следующих проектах этого избежать». Евгений Марсенюк, который пришел сегодня в онкоцентр с новой проверкой, уверил, что его задача – просто узнать, какие проблемы у медиков, чтобы помочь им. Но эти проблемы, уверяют сами врачи, уже докладывались и областному руководству, и фигурировали в отчетах других проверок. Только помощи как не было, так и нет. Даже на вопрос, когда все же починят крышу, чтобы дожди не заливали больных в палатах, Марсенюк ответил, что это не его компетенция. Но уже не врачи, а активисты и представители пациентских организаций, которые занялись помощью онкоцентру после того, как их родные столкнулись с болезнью и недостаточной помощью, назвали подобные действия власти саботажем. «Скажите, почему вы саботируете? Почему вы это попустите?» «Мы же не об администрация. Так вот, данные, все встречи, они и наоборот…» «Да это не проверки, прежде всего». «Ну как не проверки?» «Так это все направлено же для того, чтобы понять суть проблем, которые существуют». «Все проблемы озвучены». «Можно просто сесть за круглый стол и обговорить эти проблемы». «Так мы это и хотели сделать! Послушайте, послушайте». Именно общественники и активисты пообещали вступиться в защиту новой команды онкоцентра, в то время как врачи уже начали создание в медучреждении опекунского совета, которое в соответствии с новым уставом будет контролировать его работу и следить за прозрачностью деятельности руководства. Марина Николаева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.